Её лицо переёрнуло гримасы безумной ухмылки. Эх, говорили, что у Лены такое. Здарова, братаны, вы на канале Дювплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы будем продолжать проходить двое роленочки. Так что, погнали. А зачем наблюдаешь? В данном цикле за Ольгой, не считая ваших избранников, из кукол живой выглядит только она. Я удивился. О как. То есть, ты хочешь выйти с ней? Я попробую, но, насколько я слышал, ни одного Семена не удавалось выбираться. Зато удалось Коле. Именно. Так что, у вас обоих шансы есть, но не у нас, как не жаль. И всё же, я попробую. Потому я должен быть с Ольгой, если не возражаете. Ладно, спасибо, что рассказал. Я мог же не соврать. Если соврал, мы тебя найдём. Я не стал уточнять, что не отличу его от остальных. Леся стояла в задумчивости. Семён поспешил скрыться. Знаешь? Знаю. Она удивлённо посмотрела на меня. Ты хочешь сказать мне, что раньше бы, мол, я ему вдарил по зубам, потом спрашивал, зажав горло ногой? Но сейчас... А, стоп. Это он про неё. Что раньше, мол, я ему вдарила бы по зубам, потом спрашивала, зажав горло ногой. Но сейчас... Нет. Ты можешь вполне. Ты просто не хочешь так. Этот лагерь делает нас мягкими. Не зная, как мы выживем, когда попадём обратно. Как и раньше выживали. Навыки не пропадут. Мы не будем готовы, да и... Лёш. Я посмотрел на неё. Столько странной просьбы было в её глазах. Скажи, может, останемся? Ну и вон наш мир этот. Как вот я притащу... Как вот я притащу в наш мир такого гения, как Сашу? Шурика? Она кивнула. Он вообще не для нашего мира. Как я буду... Всегда выходить с ним на улицу, чтобы мало ли что не случилось? Всё так неправильно. До меня вдруг дошла одна мысль. Неожиданно, хотя мозг отказывался верить. Леся, пошли на площадь. Кое-что покажу. Почему туда? Тебе нужно будет присесть. Да и мне тоже. Во избежание. Леся пожала плечами, но пошла в сторону площади. Я пошёл за ней. И, наконец, мы сели на одну из скамеек. Ну и решила она перейти на кталху. И я кивнул. Леся. Тебе не приходило в голову, только спокойно. Не тяни уже. Не тяни уже. Тебе не приходило доходить. Что? Лесь. Только спокойно. Я только предположил. Да ты... Да ты в своём уме? Ты вообще понимаешь, что сморозил? Тише. Тише, Лесь. Не буду тише. Не надо со мной, как с ребёнком. Надоело. Не будь грубой. Не кричи громко. Не бей никого. Я тебя не слушаю. И теперь понял? Тоже мне старший брат нашёлся. И я удивлённо смотрел на неё. Никак не мог понять, с чего у неё такая реакция. Лесь, ну ты чё? Я с тобой серьёзно хотел обсудить гипотезу. Гипотезу? Научная афемнес? То есть, сдвиг отрицания константности ты называешь гипотезой? Лесь, я не всегда тебя понимаю. Блин, заметно. Несёшь чушь какую-то дичь. Да, втираешь мне дичь. Это, по-твоему, тоже измера иллюзий воспоминания? Ты ещё зелёного слоника вспомнил. Леся встала. Так, иди к своей... Кто она у тебя там? Ей сказки рассказывай. Я считала, что ты в миссии серьёзная. Это просто пацан с ветром в голове. Она решительно двинулась прочь. Леся! Я встал, чтобы пойти за ней, но потом махнул рукой. Поймёт потом, как нас и учили, что, как нас и учили в неизвестной ситуации, надо рассматривать все варианты, отметая те, которые точно опровергаются фактами. Юля, ты-то хоть тут? Я не сомневался. Понимал, что почти всегда, когда я один, могу призвать Юлю. Из кустов за скамейкой, где мы сидели, показалась голова Юли. Ты не ел ничего, хочешь яблоко? Не откажусь. Я сел рядом с ней и взял яблоко из её руки. Потом сочным звуком вгрызся в него. Тебе бы не голодать сейчас, завтра день отъезда. Сегодня столько произошло, не узнал столько нового, но сходиться стало ещё меньше. Как мне разобраться во всём? Я говорил отравочными фразами, пожёвывая яблоко. Никогда не понимал, как многим девочкам удаётся что-то болтать и есть одновременно. Свободное место в голове всегда помогает. Ты разберёшься со временем. Я тебе убрала перегородку в памяти, и остальные стали рушиться. Ты меня привязала там внизу. Перевязала там внизу. Спасибо. Почему у меня ощущение, что это не в первый раз ты так перевязываешь мне рано? Юля молчала. Я понимал, что врать она не может, но и правду говорить сейчас не хочет. Ну что ж, это тоже вариант. Извини, не хочу тревожить темы, на которые ты не хочешь говорить. Юля улыбнулась. Вот ты молодец. Ты можешь мне хоть что-то рассказать? Ты не заметила семена у входа в старый корпус? После этого как-то... Заставила Лену исчезнуть. Ну, клон Лена. Я передвигаюсь не всегда прямо, иногда по кривой, огибая прямой путь. Поэтому не заметила. Извини. Туда пришла Виола. Она знала, что... Она знала, что Семен придет к старому корпусу. Могла увидеть графики или что там у них. Они видят, как... Видят, когда в событиях лагеря есть изменения. Они? Наблюдающие или... Как их там? Юля молчала. Как же сложно, когда каждую крупицу информации приходится добывать. Так всегда было. Программа лагеря защищает... Защищает информацию. Так безопаснее для событий. Программа лагеря. Я даже не представляю, что это. Виртуальный мир? На компьютере? Мы все лежим в каких-то креслах, подключенных к нему, как в матрице? Ты можешь придумать любое объяснение, а я просто не знаю. Я не была там. Ты можешь ответить? Наша Виола, та что медсестра, это просто кукла? А в ее теле иногда появляется та, что с наблюдателей? Она там старшая или просто сотрудник? Я не знаю. Она отдает приказы, и я не могу ослушаться. Хотя она редко мне что-то поручает. Поручает? Я собирался с мыслями. Сметение в голове не улегалось. Юль, честно скажи, прошу тебя. Ты же живая. Почему ты тут? Что ты должна делать в лагерях? Следить за ходом событий. Мне не запрещают вмешиваться. Но я могу это делать только в крайних случаях. Как с аномалией тогда? Мда. Меня тогда отругали, но не наказали. Наказание. Какое тут у тебя может быть наказание? Отшлепают. Не шути так. Наказанием тут могут блокировать память на несколько циклов. Я вздрогнул. А вот эта цифра уже интереснее. То есть так и произошло со мной? Юля молчала. Юль, ну помоги. Я хочу знать. Эти вспышки памяти. Моя память или нет? Когда я повернулся к кустам, Юли там уже не было. Мда. Если бы у меня была способность телепорта, я может так же всех обескураживал бы. Но зачем Юля так со мной? Ей надоели мои глупые вопросы, понимаю. Но! Тут я заметил, что кто-то подошел ко мне. Видимо, это отпугнуло Юлю. Подняв глаза, я увидел Алису. В руках у нее был бумажный пакет. Здравствуй. Ты с кем тут перекрикивался? Да так. Не заболел случаем? И ты туда же. Чего? Прости. Я поняла. Это у тебя от голода. В столовой ты не был. Не до того было. Держи. Учтишь, такая халява не каждый день бывает. Она протянула мне пакет. Раскрыв пакет, я увидел булочки и пару треугольных пирамидок с кефиром. Желудок заурчал, на что Алиса ухмыльнулась. Я так и поняла, что твой желудок рад моей щедрости. Спасибо большое тебе. Ерунда. Я всегда возвращаю долги. А тебе сейчас нужно хорошо питаться, герой-любовник. Да какой я герой? Какой-какой? Настоящий? Мою жизнь, кроме тебя, пока никто не спасал. Я вдруг вспомнил ту Алису в своем времени. Такую же задорную и задиристую. Только взрослее. Вспомнил, как она рассказывала мне про детдом, про то, как вечно она была одна и только с Леной дружила. Алис, скажи, вот ты наверняка бы хотела в рок-группе играть? Это что, предложение? Я серьезно спрашиваю. А я шучу? Тут никому не секрет, что лучше меня на гитаре никто не играет. Может, конечно, Виолос, может, лучше, но она редко берет гитару в руки. Так, Алис, теперь важный вопрос. Ты не помнишь Колю? Она наморщила лоб. Нет. А фамилию не подскажешь? Козлов вроде. Извини, никаких козлов не помню. А что? Да так. Ладно, мне пора. Хорошо, чтобы быстро нашла тебя тут. Еще раз спасибо большое. Брось. Если что, надо будет обращайся, герой. Она задорно зашагала вдаль. Я не стал искушать желудок на новые звуки и принялся уплетать булочки с кефиром. Мой организм благодарно принимал пищу. Он совершенно не разделял, что я по делу пропускал обед. Закончив с булочками и кефиром, я встал со скамьи и потянулся. Организм клоняло в сон. Может, на его все. Столько всего было сегодня. Поспать бы до ужина. А там уже и с Леной встретимся. Сказав себе, почему бы и да, я направился к нашему с Леной домику. Открыл ключом дверь. Да, без Лены тут было пустынно. Другой бы, наверное, порылся в ее вещах, поискал бы записи или осмотрел бы личные вещи. Не забываем забывать ценные вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами. Чё-то ру. Ах да! Вспомнилось московское метро и толпы там. Так, мы не в Москве. Есть время и место и цель. Подувка! Идем к ней. И, кстати, вот у нас тут две кровати. Мику и Лене. Куда мне лечь? Нет, любители Мику, не ваш день. Сорри. Я, естественно, выбрал постель Лены. Она была аккуратно заправлена. Я отодвинул покрывало, раздеваться не хотелось. Но я все же снял галстук и расстегнул рубашку. Потом, сняв сандалию, упал лицом в подувку. От подушки пахло Леной. Пьянящий запах. Обожаю ее. Я замечтался о Лене, о нашей с ней жизни. И так заснул. Мне снился сон. Что какая-то тень гонится за мной по улице. Я понимаю, что столкнулся с врагом, которого мне не одолеть, но не понимаю, почему. Тень бежит за мной. С чем-то острым. Даже не успеваю заметить, с чем. Я забегаю в переулок и понимаю, что это тупик. Тут замечаю, что тень приближается. Пытаюсь увернуться, но понимаю, что тень движется быстрее. И у меня нет возможности блокировать удар. При замахе я... Просыпаюсь в холодном поту. Чувствую, кто-то есть рядом. Поворачиваясь, вижу на соседней кровати сидит Олеся. Чего она тут делает, ебать? Какая у нее улыбочка, как у Джокера. Сон все еще не выходит из головы. Нет. От Лисии я не ожидаю ничего. Что? Леся направила на меня нож. Ее лицо переернуло гримаса безумной ухмылки. Эх, а говорили, что у Лены такое. Леся колебалась секунду и с этой же безумной ухмылкой ринулась на меня. Я успел подскочить на постели, и ее нож вонзился в матрас. Она сразу же его вытащила и приготовилась атаковать снова. Нехорошо! Ударил ногой, но она ловко увернулась. Сон встал перед глазами. Переулок, это кровать. А тень, безумная Леся. Я использовал единственное, что успел. Как и Дзума. Двумя руками схватил лезвие, так что оно не могло меня коснуться. Леся резко дернула нож, и моя хватка не удержала лезвие. Руки были уже порезаны. Че она это самое-то? Не, я понимаю, бабы у нее эти дни могут быть. Но че так сразу беситься? Тут вдруг вспыхнула молния. Прямо тут, в домике. Но Леся, похоже, уже ничего не отвлекало. И она снова ринулась на меня. Сука! В следующую секунду Леся выронила нож. Она стояла еще мгновение, а потом упала. С ее шеей лилась кровь. Я с опаской посмотрел на того, кто ее смертельно ранил. Это была Лена. Лена стояла с окровавленным ножом в руке, и, похоже, сама была в шоке. Да, блять, вы еще ебанулись-то все с такой безумной ухмылкой стоять. Через доли секунды она оскалилась безумной ухмылкой, еще более безумной, чем была у Леси. И ринулась к умирающей Леси. Я перепрыгнул с кровати, оказавшись сзади Лены, и... Крепко обнял ее, зажав руки. Нет, Леночка. Не ты. Не ты. Я обнимал ее крепко. В первые секунды Лена неистово рвалась вперед, и мне стоило усилий ее удерживать. Но вдруг... Нож выпал из ее руки, и она перестала сопротивляться. Просто повисла в моих объятиях. Послышались всхлипы и полились слезы. Я повернул ее лицом к себе. Через секунду она уже плакала, не сдерживаясь. Сразу же обнял ее. Лена тут же уткнулась лбом мне в плечо. Тише, тише, Леночка. Не надо. Все хорошо. Ага. Кроме Леси, которая, как и Лена, сошла с ума и теперь лежит вообще при смерти. Я... Не достойна такого... Тебя... Ты моя, достойна или нет? Это мне решать! Ты мое! Я возвращал ей ее же слова, но она не сказала во второй раз... Что она мне сказала во второй день знакомства. Ну, я же... Не пущу! Ты мое! Твое! Она, наконец, перестала плакать, а я все прижимал ее к себе и не хотел отпускать. Ну, если ты так не хочешь ее отпускать, то сидите так вдвоем и дальше. Тискайте друг друга. Ну, а сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!